У нас был концерт в церкви. Он потом мне признавался, что хотел меня зарезать. И эту маску я нашел прямо в том автомобиле разъебанном. Возможно, в нее дышали бомжи. Друзья, всем привет! Вы на канале Sound Blaster. Наверное, вы заметили, что каналчик немного штормило. Его удалили с YouTube, точнее даже не канал, а весь мой аккаунт. Короче, со всеми потрохами. Поэтому пришлось все в срочном порядке переделывать. Интервью из этого видоса мы записали с группой Хоба в начале марта, что ли. И вот выходит оно только сейчас. Собственно, за то время, пока вся эта перипетия с каналом происходила, я параллельно монтировал интервью. И оно получилось очень атмосферным. Мы были в какой-то охуительной андеграундной обстановке. И сейчас вы его увидите таким, каким оно стало спустя полгода. А сейчас важная информация. Если вы являетесь поклонником творчества группы Хоба, то у меня для вас кое-что есть. Я хочу разыграть мерч-бандл от группы Хоба. Такую вот охуительную футболку. CD-диск с альбомом группы Хоба. Самое охуительное, я считаю, из всего этого бандла. Это аудиокассета с альбомом группы Хоба. И стикер, и кассета. Я не знаю, ребят, тащитесь ли вы так, как тащусь я по аудиокассетам. Ну, это реально, это аудиофилия. В конце этого видео я объясню, как мы разыграем этот мерч-бандл от группы Хоба. Всегда интересно, ну вот есть коллектив, да, сформировавшийся уже. Как вы оказались, каждый из вас в группе Хоба? И что этому предшествовало? Наверное, надо начать с нас, с Тимуром. Получается, больше всего знакомые. Но я с Митяем дальше знаю. А, нет, с Митяем они учились в школе, но именно типа в плане совместного творчества. Да, опять-таки, мы еще в школе играли, насколько мы, сколько могли. У нас был концерт в церкви, что для black metal группы, мне кажется, неплохо. Я так понимаю, организаторы не знали, что вы black metal, поэтому... Они там какие-то бывшие, типа, знаешь, наркоманы какие-то, алкаши, ну, типа... Ну, такие, знаешь, они просветленные немного такие. А вы, типа, из Москвы все, да? Я нет. Я понаехал из Саратовской области, и там у меня была группа тоже. Единственная в городе, там, город 300 тысяч человек, нет клубов, вообще ничего нету. И мы играли и поссорились. И все, играть сразу не с кем, других людей просто не существует. И жалко в Саратове умер, да, короче? Ну, для меня, да, я такой думаю, надо-ка мне найти других ребят. Тимур, ты как вообще до музыки дошел? Я не помню. Ну, просто когда там стал что-то слушать, какую-то музыку, естественно, там появилось желание играть самому. Iron Maiden, всякую такую... Не-не, это чуть попозже. И мне такого мало. Pink Floyd еще, но я вообще не врубился, когда маленьким был. Родители записи были? Не-не-не, у меня не музыкальная семья вообще. Кассеты, да, это были? Не, диски-диски. У мамы на работе, короче, каждую там среду или торгаши какие-то приезжают. То там как-то трикотаж, какую-то херню там, и вот диски типа паленые всякие. Пока Тимур рассказывал, я пытался вспомнить. Да батя-батя, наверное, мне заложил какие-то эти основы. Он угорал по русскому року, там, по наутилусу, там, по пикнику. Я тоже что-то такое начал слушать. Хотелось, блядь, еще что-то покруче такое, еще потяжелее. Параллельно было какое-то желание что-то такое тоже играть. В школе поиграли в Black Metal ансамбль, который потом... Потом мы стали Doom играть, там, типа, постметал. Да, да, туда какой-то... Потом я вообще года два вообще ничего не делал, а Митяй трэш метал играл там с чуваками. Ну да, группа до сих пор существует, Murder Loose, но я уже оттуда ушел. Да, я ушел после 9 класса из школы, пошел в колледж. И на выпускной пришел, когда уже чувакам, когда они заканчивали 11 класс, и увидел, что там некоторые ребята, с которыми я так более не общался, так изменились. Отрастили волосы так подлиннее, стали одежду почернее носить. Я первый раз, наверное, типа, у меня так проникся какой-то группой. Это когда мы разбирались в файлы на диске DeepMikami 3D, и там у файлов были миди-версии нирвановских песен. Прям вот знакомство с тяжелой музыкой такой было, через миди-нирвановских песен. Да, да, да. Пиздец. А до этого всякая такая, у меня, типа, DDT. Ну, то есть у меня тоже музыкальная семья, поэтому... То, что, кстати, все дома лежали... Родители, наверное, да, мне показали музыку тяжелую. У них были пластинки, ария, тяжелый день. Я вот хорошо помню эту группу тяжелый день. А с творчеством толчком послужила ненависть. У нас в классе был парень один, который, ну, просто мудак был полнейший. Как протест против его сущности, этой мудакской, мы с чуваками записали, ну, не знаю, наверное, песен пятен на гитаре про него. Про такой мудак торгует чаем и ходит в сапогах мамки. Подарили ему день рождения, он был не рад, конечно. Тинейдж-райд. Да. Но это вот первый опыт сочинения. Он потом мне признавался, что хотел меня зарезать в 11 классе. Ну, знаешь, когда выпускной, и все такие, больше, блядь, тебя уебка никогда не увижу. Хотел тебе сказать, вот я тебя чуть не зарезал тогда. Может, на Илюху ее повесить? Да, да, повесить. Тимур явно боится микрофон. Не доверяй, не доверяй. Я не люблю меня с детства вот с этой христианской реп-базой, короче, там все хуевое, ну, типа, естественно, было раздолбанное. И микрофон бил током, когда на гитаре играешь. Ну, типа, заземления там не было. Поэтому я теперь это вообще всегда боюсь. Зато там над установкой висел колокол такой маленький. Можно было при желании с железа даже на него переходить. Да, перкуссию, перкуссию, типа. Как группа Хоба появилась? Мы с Ильей просто начал вдвоем играть. Они вот с Митяем играли, какой-то, типа, знаешь, такой, там, фьюжн, там, прогрессив, там, матрок, там. Матрок такой прогрессивный, типа. А потом они перестали играть, и Ромик, что-то мы решили, ну, так не доставайся же ты никому. И взяли его себе. У нас же было пространство, которое мы сделали для репетиций. Проходили джемы какие-то. Просто кто-то сидит на базе, играет. Мимо проходит чувак, типа, бля, что делать? Может с вами? Давай. Потом у вас уже четыре человека. И это постоянно происходило. Я терся на базе, потому что у меня была куча свободного времени. Парни приходили поиграть. Мы сидели, пока не играли, потом начинали джемить. И вот в какой-то из разов нам уже посторонние люди начали говорить, типа, бля, что вы, давайте вместе, так круто будет. Ну и к тому времени, как бы, я вот уже парней считал своими друзьями, можно так сказать. Потому что мы к тому моменту были года два, наверное, знакомы и постоянно пересекались на базе, что-то делали вместе. Ну и прикольно, когда вот все само собой происходит. Вот мне кажется, это по-настоящему. Ну да. На зване тоже само собой появилось. Ну, я правильно понимаю, это прямой перевод, да, хоба? Нет? Горослов. Горобук даже. Короче, мы тусили у Митяя на даче, вот я точно помню. История, история возникновения. Короче, сидим мы, тусуемся на даче. Вот, они приезжают, и Ромик такой, бля, и все, я придумал хоба. Я такой, нового. Она читает все на русском. И, короче, не поделили до сих пор. Да я раскусил, потому что я заебался искать вас в ВКонтакте, и потом до меня дошло, блядь, надо переключиться на русский. Ну, вообще хоба, это же бродяга больше. Бродяга. Не бомж, бродяга именно. И мне, знаешь, в этом тоже мне что-то кажется есть. А новое тоже, да, ну, у нас с чуваками были телеги, что это что-то новое. То, что вы сейчас делаете, у этого какая больше энергетика все-таки созидательная или разрушительная? Конечно, созидательная. Ну, вот я, короче, позволил бы себе летово упомянуть. Анатолий какая-то, вот у него была телега про праздник, что, типа, если праздника нет, это все, типа, нахуй не нужно. И вот мы пытаемся какой-то праздник нести в этом всем. Мы, скорее всего, хотели бы драйв нести, а не агрессию. Да, оно такое пробивающее, знаешь, просто, чтобы, типа, оно тебя уносило куда-то, прямо, знаешь, в это, такое эйфоричное пространство. Типа, как коррозия металла. Или даже чуть хуже. Как вы вообще относитесь к зарабатыванию музыкой? Реально ли это делать в России? Да, это точно реально. Ну, вот смотри, сейчас Пассаж, например. Sonic Death, опять-таки. Sonic Death, да. Ну, вот эти группы. Спасибо, они... Нормально они все зарабатывают. Не купаются, конечно, в золоте. Ну, в любом случае, это более реально, чем, там, 10 лет назад. Я вообще, в принципе, считаю, что вот мы, по сути, там, первое поколение музыкантов, у которых есть более-менее доступ к хорошему, ну, аппарату. Поначалу-то наши концерты мы играли с металистами всякими. Я не думаю, что вообще кто-то на нас там приходил. Но народу было там, ну, не знаю, там, допустим, там, 100 человек. Сейчас кажется, что больше, да, и лучше. Вы себя считаете андеграундом? Мы не андеграунд, не знаю. А мне кажется, тут просто надо определиться с понятиями. Что считать андеграундом? Ну, довольно странно, да, я объясню. Со мной общаются такие, не-не-не, мы не хотим никаких, там, интервью, не хотим ничего рассказывать, мы андеграунд. В хардкоре такая тема есть, от фэшн просто такой, мистериус гай хардкор, вот знаешь, такая тема. Мне кажется, что, ну, андеграунд — это то, что не пропихивается в массовую культуру и не присутствует там, просто живет само по себе где-то вот в этом помещении или в каком-то другом подвале. И люди не выбирают, андеграунд они или нет. Если они в этой среде существуют и никуда за рамки ее не выходят, это андеграунд. Если они начали собирать, не знаю, там, тысячи человек на концертах и стадионы, то нет, уже не, ну, как бы, не андеграунд. Мы все уже давно этим дерьмом занимаемся, тратим на это кучу денег. У всех там есть еще какие-то другие группы. Нас не волнуют вот эти вот вещи, мы вот этим всем живем. Кстати, вот насчет андеграунда, я считаю, тема не раскрыта. Тут было одно резонансное событие. Короче, возникла ситуация, когда на хардкор-гиге люди, которые позиционируют себя хардкорщиками, и там толерантность, там, свобода, они увидели, ну, такой, типа, акт акционизма, который не смогли вывести. Да, в натуре. И тут же сразу начали отписываться. У них порался шаблон. Ну, то есть была продвинута телега про то, что да ой, нахуй, предлограссудки, делайте то, что вам нравится, там, не знаю, лежите киски или сосите хуи, если вам это нравится. И акт такой вот акционизма произведен. Просто люди, которые, ну, под всем, под этим подписываются, увидели это и не поняли, их просто разорвало к хуям. Ну, это же спонтанная какая-то хуйня была. Да, да. Никто это не планировал? Нет, не планировал. Это не как у Павленского, там, аукоперформанс они такие. Ну, этих, этих, да, этих акционистов вот спонсировал вот этот напиток и спасло то, что, ну, как бы, публика неискренне была, ну, и не соответствовала тем идеалам, которые толкают. Немузыкальные проекты развиваете? Вы что-то делаете, кроме музыки? Хм, хороший вопрос. Я, нет, не делаю ничего, кроме музыки. Не, ну, я работаю на обычной работе. В 2014 или 2015 году бросил работу, сделал себе татуху на лице и такой, я больше туда никогда не вернусь. Мы как раз активно занимались вот строительством косового поля, реп-точки и всего такого. Я год не работал, но понял, что, короче, я начинаю разлагаться. Я тот человек, которому нужен, ну, какой-то дополнительный еще стимул. Мы все в сфере IT работаем. А я мерч печатаю. В 2013 году была группа Кевин Картерс Аполоджи, в которой я играл и, ну, там еще некоторые люди. Группа распалась, но ребята не потеряли друг друга. Мы просто все сложились бабками, сняли помещение самое первое. Один из наших корешей, Стас Баранов, под это дело раздобыл денег, там около миллиона, наверное, мы потратили тогда, чтобы купить аппарат, сделать ремонт. И изначально как бы мы с ним все вдвоем делали, вдвоем строили, знаешь, как в «Звездных войнах», только там учитель и его ученик. Только два человека могут строить, потому что если больше, уже начинается тупеж, всякие тупые вопросы, отвлечение от процесса. Мы решили сделать такое место, чтобы каждый смог реализоваться как-то в плане музыки, потому что прекращать играть никто не хотел. Как вы вообще нашли это? Короче, мы… Каз-Правда выезжали? Да, мы снимали помещение на Правда 24, где андеграунд, база и все вот эти дела. И у нас там, короче, с арендой не складывалось. Мы там делали охуенное помещение, очень качественно в плане звука. Да, звук там контент был вообще. И в один из экономических коллапсов мы не смогли проплатить аренду, и мы у нас тупо выставили. Мы весь аппарат развезли по домам, по дачам. Мы стали просто вообще срочно искать какое-либо место. Вообще, знаешь, как еще кто там важен? Ворвань, они же первые себя пригнали. Они тоже оттуда уезжали, вот у них пентаграмм-хаус этот, ну вот то, что они… Ворвань в первый раз тоже подсказали. Правду, да? Правду тоже мы стали рассматривать, потому что знали, что Ворвань там себе сделали. Когда мы сюда переехали, здесь не было отопления вообще. Строили просто. Предложение там скинуть денег за то, что мы мерзли, простаивали, нам сказали, идите нахуй. Ну или вот эта тема с водой тоже. Ну да, когда стоишь там, играешь концерт, над тобой полиэтилен стекает вода, он накапнет в розетку, пиздаш. Чувак там, на которого там… Чувак с микрофоном, который там, типа, на него капал, прямо на такой, этим на микрофон капал. О, классно, сейчас ёгнет, сдохнет такой, типа, играет концерт, просто ставит, блядь, че кипал. Когда концерты проходят, вот влажность, я не знаю, процент 60-й, там, 7-й. Влажность, как на концертах Вараона. Дальше это был путь, там, через проблемы всякого рода, в том числе финансовые. Нам приходилось менять место, и каждый раз причиной изменений был какой-то кризис. Этот путь продолжается. Да, но всегда через кризис. Я работал, чтобы можно было заниматься музыкой. Появились чуваки, которым это понравилось, мы начали продолжать, и все это не прекращается. Когда все это начинали, придумывали название, и остановились на этом. Потому что, на наш взгляд, ну, вот, Косово поле – это та точка, где все замесы в истории современной происходят. Ну, то есть, это котел цивилизаций, который постоянно бурлит. Это тоже большой котел, вот это место. Приходят люди, объединяются в группы, эти группы распадаются еще на, там, еще на 10 групп и так далее. Ну, то есть, это такой, типа, котел, в котором все бурлит. Собственно, концерт, на котором я и увидел вас первый раз, вы презентовали альбом. Записали его за… Записали мы его за полчаса. А, записали вы его лайвом вообще, да. Придумали за пару месяцев, записали за полчаса, а вот все остальное время он… На самом деле, мы очень немножко тугосели, потому что в натуре мы больше года назад это все записали. И вот все что-то делали, делали. Уже в какой-то момент все в обложке уперлось. Надо еще, кстати, сказать, что вот во всем этом процессе, пока мы делали, делали. Периодически нам встречались всякие пиздатые чуваки, крутые люди, типа Дима из X-Dog. Который познакомил нас с тобой. Да, и начал просто нас пинать, чтобы мы делали что-то, чтобы нам от этого было хорошо. Да, да, он директор группы. Да, и мы неофициально… Ну, как бы мы посовещались без Димы и решили, что он наш директор, и объявили ему на концерте вот на этом. Короче, сначала просто Стас сводил это все довольно долго, потому что это, ну, как бы вообще на некоммерческой основе все было. Дестройда Химанити, вот студию B там нижнюю, просто вот мы на целый день ее оккупировали, ничего не заплатили, короче, он еще и свел это, ну, тоже, естественно, за просто так. Сначала это вот, ну, типа затянуло, потом мы такие, так, давайте кассету, давайте, какую картинку. И что тут в итоге на картинке? Грибочки. Она в развороте хорошо выглядит, да, потому что это одно целое изображение. Я подумал сначала, что это кишки, короче, а это оказались грибы. Я это рисовал из Нижнего Новгорода, чувак такой холи-коли. А это Митяй. Митяй из Грузии. Да, в натуре я из Грузии. И эту маску я нашел прямо в том автомобиле разъебанном. Возможно, в нее дышали бомжи. Прикольная история. Митяй на работе подрезал принтер для штрих-кодов «Зебра». И этот предер чувак. Не он, не я. Не накапливал. А, ну, мы похожи на «Зебру», короче. И с этого дня просто эпоха стикерного террориста пришлась. Мы запуярили стикеры с логотипом группы. Они просто выцвели это. Ну, у нас только помещение, оно все, короче, было в стикерах. Я ходил, как в старые добрые времена, по метро везде на эскалах. У меня на районе пятенечку подклеивали. Пятенечку. Да, да. Там у вас один из треков, я правильно понимаю, посвящен Скрябину? Вдохновлено немного. А определенные спиритуалистические связи есть у нас с этим композитором, да. Это какой-то совершенно такой отдельный кусок, типа, жизни еще до связанной, до творчества. Ну да, до этой группы. Довольно много мистики, сложных и комплексных переживаний, типа, оно, как бы, отметкой в голове осталось очень яркой. Но вы, типа, напрямую на пленку писали или это цифры потом на пленку? Нет, цифры на пленку. Вот в данном случае, да, но то, что мы делаем на час, мы там еще на пленку. Вообще, используем там Dinon, короче, магнитофон японский винтажный. И еще там у них на ДТХ есть Акай, знаешь, такой, на бобинах, короче. Ходили делать что-то типа предпродакшен, ну, типа, попробовать вот записать какой-то, живьем бахнуть кусочек. И потом на разные пленки, короче, записывали там у них аспекты звука, каждая пленка подчеркивала. Да, и помогли, кстати, я тоже хотел добавить нам еще группы «Цыган», потому что там была единственная кассета, и это была кассета группы «Цыган», и мы ее использовали, чтобы сделать свои делишки. Индустрия сейчас изменилась. Сейчас альбомы, епихи, сиглы — это рудименты на музыкальной индустрии со времен пластинок, когда, ну, это промывалось. Максимальное количество, короче, на релизе — это девять песен, чтобы девять треков и картинка в «Контача» просто, где десять, ну, типа, этих приложенных, там, документов поддерживает, так что... Нет, там сейчас же альбомы... Ну, да, и вообще хотели отойти... Бытие... А, все, да-да-да, теперь есть мои листы, все. Отойти от концепции, альбомы, епихи, а просто песни, их можно объединять как угодно. У нас вот сейчас запись, которую мы делаем. Там почти все песни новые, но есть парочка, которые мы уже записывали, вот, на кассете. Одна. Ну, одна. И она там будет звучать чуть-чуть по-другому. Это круто. Ты можешь песни просто объединять, ну, как-то, знаешь, типа, по-своему. Ты можешь ее перезаписать, она будет чуть-чуть по-другой. И мне это вот, ну, как слушателю в группах всегда нравилось, блядь, это тупой, может быть, пример, но король и шут. Вот слушаешь ремитетные записи просто, там, 92-го года, и там, ну, типа, песня другая совсем, вот, по музыке, по структуре может отличаться. Ты сравниваешь с тем, что потом было, и ты такой, о, нифига себе, прикольно. Вы когда планируете заканчивать вот эту свою запись новую? Я надеюсь, к лету. К лету? Ну да, мы будем презентовать, позовем по-любому, да, друзей. Может, осенью еще в тур поедем. Ну что, друзья, в начале этого видео я сказал, что в конце этого видео расскажу, что нужно сделать для того, чтобы получить мерч от группы Хоба. А сделать для этого нужно всего три не очень сложных шага. Первое. Подписаться на инстаграм-аккаунт Soundblaster Moscow. Ссылка в описании. Второе. В этом инстаграм-аккаунте под постом с этим видео отметить от одного до бесконечности своих друзей отдельными постами. Чем больше постов, тем больше шансов на выигрыш. И третье. Подписаться на инстаграм-аккаунт группы Хоба. Ссылка также будет в описании. 30 сентября я с помощью рандомайзера выберу случайного победителя среди всех, кто оставит комментарий под этим постом в инстаграме. И, собственно, этот мерч-бандл из кассеты, диска и майки отправится именно этому одному человеку. Так что дерзайте. Пока.